Всем привет! Сегодня поговорим про ручной фонарик Nightcore P22R, предоставленный для обзора официальным дилером фонарей Nightcore в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Это P-серия тактические фонари Nightcore. Интересная особенность аккумулятор в комплекте и три настраиваемых модификации режимов. Что это и как это работает покажу дальше, а покажу, давайте посмотрим на комплект поставки. Внутри основной упаковки есть вот такой вот бокс, в котором у нас лежат все аксессуары и сам фонарь. Фонарь, как мы видим, он без каких-либо насечек, накаток на корпусе. Соответственно, с любой наклонной поверхности он будет норовить скатиться. Далее в комплекте у нас идет инструкция, в том числе на русском языке. Темляк, клипса, запасное уплотнительное колечко и проставочка, которая стояла внутри фонаря, изолируя аккумулятор от контактов корпуса. Кабель USB Type-C для зарядки аккумулятора внутри фонаря. Держатель для фонаря на пояс тактический. Что это и как работает, посмотрим. И адаптер для батареек CR123, который чуть меньше по диаметру, чем аккумулятор 16340. И, собственно, само крепление. Фонарик в него устанавливается головой вниз и защелкивается в нем. Голова направлена вниз. Для того, чтобы он не спадал с пояса, присутствует вот такой выступ. Можно вешать на стропу типа молли, а для использования просто резко выдергивается вперед. Защелка вроде бы надежная, но при сильном рывке фонарик, безусловно, выпадет. Фонарик выполнен из алюминия, черное анодирование. Хвостовой ударной кромки у фонаря нет. У хвосте расположены две кнопки. Первая кнопка включения, вторая кнопка режимов. Кнопка режимов не выступает за габариты корпуса. И нащупать ее можно только по накатке. Она достаточно крупная и хорошо ощущается. Присутствует тактильный отклик, щелчок, электронной кнопки режимов. Кнопка хвостовая, механическая, основная, тактического типа. Можно подавать ей сигналы. При этом фонарик переключать режим у нас не будет. На головной части у нас расположена ударная кромка. Причем ее реализация такая интересная. В виде керамических шариков, запрессованных в выступы на корпусе. Она более дружелюбная для одежды и снаряжения, но свою функцию стеклобоя будет выполнять. Рефлектор не очень глубокий, гладкий, не текстурированный. На корпусе присутствуют пазы. В них можно устанавливать аксессуар, тактическое кольцо. Одевается на палец и получаем такой ударный элемент. При этом фонарик у нас будет в руке. Фонарь имеет встроенный порт для зарядки USB Type-C. Он расположен в хвосте фонаря. И вот таким образом закрывает поворотное кольцо на корпусе. Из минусов такой конструкции в закрытом положении нет никакой фиксации, щелчка, в котором бы кольцо стопорилось. Оно может быть свободно повернуто при трении об одежду, при носке в кармане. Есть ограничители, не дающие ему проворачиваться полностью, но стопора в закрытом положении нет. Соответственно в разъем может попадать ссор и усложнять зарядку. В хвостовой части имеется индикатор синего цвета. При зарядке он мигает. При завершении заряда горит синим цветом. Во время зарядки использовать фонарь по назначению нельзя. Недоступен ни один режим. Корпус фонаря раскручивается на две части. Хвостовая часть и корпус. Хвост достаточно крупный. Резьба не анодирована, но при откручивании хвостовой части позволяет реализовать защиту от случайного включения, поскольку у нас здесь двойной корпус. И мы разрываем внутреннюю электронную цепь. Аккумулятор стандартный. Формат 18650. Емкость 3500 мАч. Заряжается порядка 4 часов. Зарядный ток через встроенный порт около 1 А. Силиконовое колечко хорошо смазано. Когда мы установили аккумулятор, у нас индикатор мигнет по количеству десятков целых вольт и десятков вольт. То есть 4 раза, допустим, он мигнул, показывает, что напряжение ровно 4 вольта. Для включения фонаря используем хвостовую кнопку для переключения режимов в кнопку режимов. В данном случае у нас включен, скажем так, гражданский режим, но на кнопке режимов стабильно выведен стробоскоп. Свет фонаря имеет зеленоватый оттенок на слабых режимах. Нажимать кнопку режимов следует неспешно, иначе фонарь воспринимает это как ее зажатие и активирует тробоскоп, который можно выключить лишь по следующим нажатиям кнопки режимов. Схема режимов, реализованная в P22R, уже встречалась у фонарей Nightcore, вот, например, фонарей P10GT. Эта схема представляет из себя наличие трех групп режимов, между которыми мы можем выбирать. Для выбора группы режимов, выключенный фонарь, отключивая, раскручиваем хвостовую кнопку, зажимаем кнопку режимов и повторно закручиваем корпус. Фонарик у нас мигнет один раз, два или три, информируя о том, что мы выбрали какой-то другой режим. Доступно всего три режима, повседневный, тактический и полицейский. Сейчас первый режим, кнопка режимов у нас отвечает за стробоскоп, включение отвечает за турбо режим, при этом переключения на более слабый у нас здесь нет. раскручиваем корпус, зажимаем кнопку, второй режим, кнопки режимов опять стробоскоп, на кнопке режимов при включении на фонаре два режима. Этот режим я использую в P10GT, гуливая собаку, очень удобно и практично. Кстати, в P10GT свет гораздо более белый, без такого наличия зеленого спектра, как в P22. И следующий, третий режим, это стандартный режим, который был изначально у меня включен, когда я начал обзор, когда на кнопке режимов стробоскоп, а при включении у нас здесь доступны несколько различных режимов. Максимальный режим у фонаря 1800 люмен, минимальный режим 1 люмен, средний 75, 380 и 1800 люмен. Свет у фонаря широкий, заливной за счет неглубокого рефлектора и большой площади кристалла светодиода. Как по мне, фонарик получился весьма своеобразный. В первую очередь, это то, что корпус все-таки выглядит очень агрессивно и по-тактически. Соответственно, в бытовых нуждах это не всегда необходимо. Следующий момент, который не понравился, отсутствие фиксации стопора, заглушки, разъема, небольшой зарядный ток, всего 1 А, через USB Type-C можно и 1,5 А давать, и аккумулятору ничего, в принципе, не будет, а заряжаться он будет быстрее. Отсутствие защиты или каких-то ударных кромок вокруг кнопки, хотя это способствует быстрейшему ее нажатию, и если фонарик используется в тактических целях, это более приоритетно. В остальном интересный фонарик. Главное, что у него есть три группы режимов, между которыми мы можем выбирать и использовать в зависимости от нужной нам ситуации. Если же вы хотите какой-то фонарик более цивильный, то можно рассматривать вот такой P10 GT. Он и компактней, чуть-чуть, и более простой вид имеет, а в остальном функционалу очень схожий. Единственное, что у него нету встроенного разъема для зарядки, в остальном подобная схема реализации и выбора режимов. Такой вот фонарик Nightcore P22 предоставленный для обзора официальным дилерам фонарей Nightcore в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok